Место в действии средних размеров комнаты в центре комнаты на столе под простынёй мёртвое тело, вероятно, Чарльзина. Джордж был очень чистоплотен. Он мылся несколько раз в день. Мне даже не приходилось его заставлять. Что это за тело под простынёй? Похоже, это Чарльз. Мы совокуплялись, толкая, притягивая друг друга, сгибались, разгибались, пытаясь достичь максимального раздражения и нервных окончаний. Распалить меня до такой степени, до того момента, когда всё тело охватит, языки планы, это было битжество любви. Он просто терял ощущения пространства и времени. Это было одной вообще. Это было безумное строительное обжорство, но меня интересует. Блюдо с пикштексами, куриные отбивные, как пчёное мясо. Джордж любил поесть и в процессе любил он делал праздник. Часто он доставал из холодильника отбивные и глотал их. Понятия не видел. Кто это? Там под простынёй. Было приятно смотреть на то, как я, Джордж, намазывал мясо сверху горчицей и медленно ел, прижимая локти к груди, тщательно пережёвывая пищу. Он мне забывал, привет, угощать меня. Вероятно лишь, что это Чарльз. Чарльза я никогда не видела, вот Джорджа я знала всю жизнь и ещё долго его помнила. Занавес! 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 Из окон дома видно, как с деревьев, растущих на окраине лесовой пустоши, взлетели шумом, рассекая воздух, лесные голуби. Когда часы показывают без пяти минут шесть, Анна и Джулия начинают прислушиваться. Занавес! В случае Анны . . .- вальшими и тёмными. А в случае Джулии . . . немного меньшими по величине светлыми глазами, и встряхивая их так, чтобы кубики льда звенели, ударяясь о стенки пагалов. Смотрите. Даже глаза Джулии стали больше и темнее, чем обычно. Ведь она увидела, что Чарльз с залпом осушил свой бокаутер до дна. Джулия предложила Чарльзу, крекер и сыр. Из окон дома видно, как лесные голуби, а как отец размахнул в крылью, взлетел на деревья и приземлились на пусы, шум открытый пурпурным вельсом. Джулия обстановка в комнатах дара, улыбки и легкого кивка. Но он не сделал ни малейшего движения. Чарльз добил второй бокал и хмуро уставился в него. Самцы легко и изящно вышагивают, распушив перья и расправляя хвосты. А самки отвечают им время от времени приседаниями. В доме обстановка в комнатах дара. В случае с Джулией, Чарльз расскажет ей о своем решении. Семь часов ровно. А Джулия в каком-то ошеломлении уже выслушала все, что Чарльз решил рассказать ей. Ее первым импультом было не верить, не вериться ничему, не верю. Чарльз потом рухнул на пол. Свои головы надо, наблюдая за ней с большим интересом. По своим повадкам морские свинки напоминают кроликов. Походка у них не быстрая и состоит из прыжков. Морские свинки не требуют разнообразия в пище и особого ухода. Они терпеливно и спокойно переносят любое обращение. Здесь. Если же между свинками положить крохотный листик салата, то у свинка мгновенно пробуждается ярость о них. Сидит свинка редко, она снует по клетке, охотнее всего вдоль стенок. Здесь. На! 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 Анна Фреду в присутствии Джулии и Джорджа. Мы телекофе и едем родину. Фред Ань в присутствии Джулии и Джорджа. Я догадался. Задавая вопрос Анне, Фред должен информировать Джулию, о чем он спрашивает Анну. Я настаиваю, чтобы ты сказал, когда кого мы встретили. Джулия обращается к Анне, но дает понять Фреду, что Анна сама могла бы ответить на поставленный Фредом вопрос. Что сегодня шло в театре? Джордж к публике в присутствии Анны, Джулии и Фреда. Обращаясь к Анне, Джулия сообщает Фреду название спектакля и косвенно просит извинить Анну за то, что та его не помнит. Пожалуйста, пусть мне даст программу спектакля та из вас. У кого она находится? Мы пили кофе и ели мороженое. Анна, Джулия и Джордж начинают уходить. Уходят. Задавая. Фред один. Фред. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.